В этом уроке мы рассмотрим эффект размытия. Этот эффект можно применять в различных случаях, например, для того, чтобы отвлечь зрителя от мелких деталей, уделив больше внимания самому главному. Для примера мы будем использовать заранее созданную композицию с видеоклипом небольшой длительности. Мы будем использовать эффект под названием Radial Blur — радиальное размытие. Для того, чтобы применить этот эффект, в поисковой строке на панели Effects & Presets введите Radial Blur и дважды кликните по нужному эффекту. Далее перейдем к настройке. Как вы видите, эффект по умолчанию имеет радиальное размытие, основание которого расположено по центру композиции. При этом размытие довольно сильное. Нам же необходимо совсем немного размыть окружающие предметы, чтобы привлечь внимание зрителя к самому важному. Для начала передвинем центр размытия к главному объекту на видео, а затем перейдем к редактированию параметров. Теперь мы изменим параметр Amount с значения 10 до значения 2. Кажется, что размытие, которое мы добавили, совсем незначительное, но если на время отключить эффект, то разница становится очевидной. Кроме того, можно использовать эффект антианализинга, который позволяет использовать лучшее качество размытия. Если на видео объект движется, то можно также изменить положение центра размытия. Для этого можно воспользоваться автоматической расстановкой ключевых кадров. Продолжение следует...